Пусть Аллах будет благосклонен к вам. Автор да помилует его Аллах сказал. Глава о том, кто недовольствовался клятвой Аллахом. Со слов Ибн Умара да будет доволен ими обоими Аллах, передается, что посланник Аллаха сказал, не клянитесь своими отцами, пусть тот, кто клянется Аллахом, говорит правду, пусть тот, кому поклялись Аллахом, довольствуется этим, а кто не будет удовлетворен, то это не от Аллаха. Нет сомнений, что если перед кем-то поклялись Аллахом, то он должен поверить, но это не значит, что он должен верить всем клятвам Аллахом, особенно в спорах. В спорах клятвы переходят только тогда, когда закончились средства, которыми можно разрешить спор, кроме клятвы. Но если человек потребовал поклясться и собеседник поклялся, и он знает его как правдивого на словах и благочестивого в делах человека, то пусть примет клятву. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, давший ложную клятву для того, чтобы с помощью этого присвоить имущество другого человека встретит Аллаха, гневающимся на него. Один мужчина сказал, даже если это что-то небольшое о посланник Аллаха, он ответил, даже если это прутик из дерева арак, то есть мисвак. Поэтому человек не должен спешить клясться, только если у него не потребовали поклясться. Но даже если у него потребовали, он не должен клясться, только если он не уверен в том, что прав. Еще лучше, если от него потребовали поклясться, то пусть скажет, нет, я не буду клясться. Реши вопрос так, и если хочет, пусть клянется. В любом случае, все тонкости регулируются судьями по ситуации. Как бы то ни было, человек обязан сторониться ложных клятв. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Стремя не заговорит Аллах в день воскресения и не посмотрит на них». Среди них он упомянул человека, который после полуденной молитвы дает ложную клятву в том, что он отдал за свой товар больше, чем он отдал на самом деле. Это предостережение крайне сурово. С ним не заговорит Аллах в день воскресения и не посмотрит на них. И ему готово насорвая наказание. Третий из этих трех — это тот, кто после полуденной молитвы дает ложную клятву о своем товаре. Почему после полуденной молитвы? Потому что конец дня похож на конец жизни сына Адама. Человек, проживая конец дня, должен вспоминать конец своей жизни, который может наступить в этот же день. Многие из подвижников, когда у них требовали клятву, отказывались клясться, говоря, «Нет, мы не будем клясться». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Если людям будут давать требуемое ими только на основании притязаний, то они обязательно станут покушаться на имущество и жизнь других, а поэтому притязающему следует представить доказательства. Эта версия из Сахиха об версии от Кирмиди и других говорится, а отрицающему принести клятву». Пусть Аллах будет благосклонен к вам. Было ли так, что в суде кто-либо давал ложную клятву, а затем с ним что-либо случалось? Не знаю. В любом случае, Аллах не оставит его. И он понесет убыток, либо в этом мире, либо в следующем. Ведь в хадисе говорится, «Стретит Аллаха, гневающимся на него». Ложные клятвы называют словом «хамус» из-за того, что они погружают лжеца в огонь. Пусть Аллах будет благосклонен к вам. Автор да помилует его Аллах сказал, «Первый запрет клясться отцами». Хадисе говорится, «Поистине Аллах запрещает вам клясться своими отцами». Однажды Умар поклялся своим отцом, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил ему так делать. И Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «После этого я никогда не клялся ничем подобным, ни намеренно, ни по ошибке». Так человек должен сторониться клясться не Аллахом. Пусть клянется ни своим отцом, ни своей честью, ни родиной, ни лучшими створениями, Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Кто поклялся пророком, саллиллаху алейхи вассалям, тот совершил неверие и лишир. Второй приказ тому, кто услышал клятву, довольствоваться ей. Если у человека потребовали поклясться, и он поклялся перед кем-либо, и у последнего нет доказательств, то ему следует довольствоваться этим. У тебя нет ничего, кроме этой клятвы. Если же ты проявишь великодушие и не станешь требовать у него клятвы, то это будет проявлением благого отношения к нему. Если же ты потребовал клятву, он поклялся, а затем продолжаешь что-то ему говорить, то так не следует делать. Субтитры создавал DimaTorzok